Здравствуйте, меня зовут Адгур. Меня зовут Асланда и сегодня мы держим путь на восток Абхазии. Поехали! Здесь, в Ачинчирском районе, в селе Атап, расположена живописная пещера Абраскила. Это абхазский Прометей, герой древней легенды. Бог заточил Абраскила в пещеру именно в том месте. Говорят, Абраскил до сих пор там. Так это или нет, мы сейчас проверим. А по дороге рекомендуем посетить этот прекрасный собор Успения Пресвятой Богородицы в селе Моква. Самая чистая вода не хочешь попробовать? Давай, с удовольствием. Мокский собор является единственным пятинефтным крестово-купольным храмом, завершающим развитие церковного зодчества раннесредневековой Абхазии, начало которому было положено еще в 7-10 веках в Питсунде. Он построен в 3-й четверти 10 века абхазским царем Леоном III. Здесь так спокойно, умиротворенно. Мы уже подъезжаем к пещере, но вот здесь же рядом еще одно любопытное место. Полуразрушенная четырехугольная сторожевая башня с остатками крепостных стен, фрагмент Великой Абхазской стены. Так мы с вами переносимся из одного века абхазской истории в другой. Ну вот и пещера Абраскила. Протяженность ее исследованной части составляет 2700 метров, но посетителям доступно только 1700. Мы надеваем резиновые сапоги, так как по дну пещеры постоянно течет река, которая по-абхазски называется Ачкэ Тэзгу, выносящая конский навоз. Эта красота просто завораживает. Я думаю, я бы вместо Абраскила отсюда не выбралась точно. Некоторые легенды сообщают, что Абраскил, прогневавший бога узник, жив и сейчас, но его знаменитый крылатый конь Аращ погиб. Пока же он был жив, река часто выносила на поверхность конский навоз. Отсюда и название речки. Эй! Абраскил ты где? Выходи! Впечатления отличные. Я вам всем советую сюда обязательно прийти. В прошлом и гора, и пещера считались убежищем злых духов. Вы посмотрите, как здесь красиво. Сталактиты и сталагмиты в первозданном виде. Эта пещера посещается туристами не так часто, как Новоафонская. И она намного меньше изучена, вот поэтому и существует риск столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Входить сюда без сопровождения не рекомендую. На этом наша экскурсия завершилась, а ваша вполне могла бы начаться. Добро пожаловать в Абхазию. Здесь много уникальных и неизведанных мест.